Парижское кладбище Пер-Ла-Шес О чем способны поведать горожанам и туристам Казанские кладбища узнаем сегодня. Мы провели опрос в социальных сетях, чтобы узнать, знают ли телезрители, кто из известных людей похоронен в Казани. Давайте сейчас посмотрим результаты опроса. И мы видим, что более 60% знают об этом мало, 26% не интересуются этой темой и 11% действительно знают, владеют информацией, считают, что знать это необходимо, поскольку это часть нашей истории. Как вы думаете, почему именно такие результаты опроса мы получили, почему знают мало на эту тему? Это непредсказуемый вообще-то результат опроса. Скорее всего знают те, у которых есть там семейное захоронение. Они бывают, проходят мимо могил, и поэтому они знают. Правда, не всегда знают, кто конкретно похоронен. Я тут недавно удивилась, но это так. Парском, парском. Да, две девочки стоят возле Лобачевского, одна, второй спрашивает, а кто такой Лобачевский? То есть это, в общем-то, в принципе, все непридумки. А большинство, если у них там нет могил, они там и не бывают, и поэтому, соответственно, не знают. И боятся, в общем-то, и заходить. То есть это как бы за гранью их миропонимания тема находится. А так, мораль и нравственность общества, любого общества и современного, как я вижу, это отношение к детям, к старикам и к некрополям. Как ты относишься к некрополям, уже можно духовное здоровье нации, духовное здоровье общества определить. А Казань в этом отношении, в этом отношении, это город, где погребено и где проживало огромное количество и знаковых, и именитых людей. Людей, которые знали далеко за пределами и нашего региона, и в целом за пределами России. Я думаю, мы еще подробно поговорим о некоторых личностях, которые похоронены в Казани. А все-таки с точки зрения культуры, какую роль играют некрополи, и что они могут рассказать о традициях, о культуре народа. Потому что мы же знаем, приходя в исторический музей, мы видим, например, обломки каких-то на могильных плит того или иного народа. Мы узнаем о традициях захоронений. Я думаю, что ответит на этот вопрос Анатолий Михайлович. Я бы хотела повторить одну фразу философа знаменитого Бердяева, который говорил о том, что народ – это не только тот, кто живет, не только те, кто живут, но и те, кто похоронены в некрополях. Потому что это как бы часть истории, перенесенная в другой мир. Но это не избавляет нас от необходимости, ну уж и от интереса, естественно, знать и эту часть. К сожалению, вот три некрополи наиболее именитых, которые у нас были – это Зелантов монастырь, это Кизический, я думаю, о них поговорим сегодня. Это Спасо-Преображенский, они по существу сметены. И тот, который более-менее сохранился – это Арска. Арска в этом году ему исполняется 245 лет. Это после известного указа, двух указов Екатерины II, о том, чтобы за чертой города, в версте, устраивать и хоронить. И история этого некрополя, в частности, это вообще история нашего города 18, 19 и 20 столетий. И там погребено не менее, не менее подчеркиваю, 200 тысяч человек. И даже вот смотреть и изучать камни, надгробные камни, могильные камни, уже видишь, как даже архитектура меняется. Архитектура менялась и в 18, 19, 20, и особенно в советский период. По памятникам хорошо бы следить, в какой эпохе жили и умерли люди. Действительно, прежде чем мы подробнее поговорим о барском некрополе, который сохранился из старинных некрополей лучше всего, несколько слов хотелось бы о тех утраченных монастырских кладбищах поговорить. Полина, ну прежде я бы хотела сказать о том, что татарское старое кладбище, которое, по-моему, даже сегодня в полном составе не сохранилось, вот именно старое, оно было заложено вместе с архским кладбищем. Магометанское, да, еще его называли? Да, оно Магометанское называлось. Да, то есть было Магометанское кладбище, Ярское. Это первые гражданские некрополи города Казани. Да, первые гражданские некрополи. Ну вот что касается кизического, да, вот вы, кстати, вы очень много исследовали эту тему, вы автор множества статей о казанских некрополях. Я читала ваше рассуждение на тему того, что фраза «Казань стоит на костях», она может быть актуальна, да, как любой древний город. Ну, правильно, потому что Казань постоянно росла, то есть она вначале была вообще на Кремле, потом она стала разрастаться, и теперь уже архское кладбище у нас в середине города, и поэтому это не вопрос того, что мы такие плохие, что мы как бы выстраиваем город на костях. Это просто, я так думаю, судьба любого старого города, что город раздвигается и поэтому разрастается, и поэтому, что хорошо, у нас в Казани есть памятники булгарского периода, у нас есть отдельное захоронение. У нас есть все-таки часть монастырских кладбищей, потому что вот восстановили же, вот во многом как раз благодаря краеведам, восстановили же захоронение Кизического монастыря. Они же тоже, по сути, уже были, как бы так сказать, неизвестны людям. Поэтому, ну, правда, есть такая присказка о том, что нехорошо поставить дом, если там было захоронение, я даже знаю, какие-то истории там, чуть ли не с привидениями, как бы на этот счет, но, тем не менее, город Казань слишком древний город для того, чтобы не случилось то, что случилось. То есть, когда на месте кладбища, вот другое дело, когда есть варварство, когда мы без нужды пытаемся убрать какие-то захоронения, и в 78-м году же была, помните, эта история, когда хотели закрыть Арское кладбище? Да, его в 79-м году, в 79-м году его закрыли, закрыли. И все, и прекратить, прекратить там захоронение полностью. То есть, на 20 лет, а через 20 лет оно сметается, и это другое дело. А когда идет, естественно, исторический процесс, ну, что же сделаешь, мы живем, мы развиваемся. Ну, вот Полина права, что мы находимся не на территории Казани, если брать до революции, это слобода. Значит, это ягодная слобода, ягодная слобода, которая тоже имела, значит, свой некрополь, рядом гривка некрополь, ну, и о кизическом. О кизическом сейчас мы будем говорить, да? Ну, вот да, в общем-то, почему так много было разговоров именно об этом некрополе, много споров, чем оно было уникально, в нескольких словах буквально. Парень, тут, в общем-то, споров-то он и сейчас продолжается, в принципе, потому что на месте одного из древнейших, с конца 17 века, некрополе кизического свято-веденского монастыря, который был, некрополе сметен буквально окончательно 20-30-е года, сейчас, понятно, сквер. Ну, вот я добиваюсь выходом на руководство города, понятно, сейчас в часовне там тяжело, ну, хотя бы пипютер поставить. То есть, уперлись в это 130 тысяч рублей, значит, пипютер поставить. Разговор, если мы ведем о захоронениях, то практически ничего не сохранилось, кроме доски, вернее, плиты, нижней плиты Ильи Андреевича Толстого. Он упокоился у нас в марте 20-го года, 1820-го года, будучи гражданским губернатором. И то, с большой долей уверенности я не могу сказать, это плюс-минус там 10 метров. А остальные, допустим, Ивана Михайловича Симонова, открывателя Антарктида, это могила кинотав, то есть, это условные могилы. И если его выделять, как кизический, на фоне Зелантова и Спаса-Преображенского, я должен сказать, по всей видимости, это наиболее именитые. Вот сами судите, 5 гражданских голов, 5 городских гражданских губернаторов, по существу человек 30, профессура Казанского императорского университета XIX века, открывателя Антарктиды наш Колумб Симонов Иван Михайлович. И вот, значит, такое отношение. Единственное, что там вот в шестом году, в преддверии тысячелетия Казани, при владыке Анастасии был вот этот поминальный крест. И в любом отношении, если человек туда заходит, понятно, и прогулки, понятно, и с детьми, пусть он знает, пусть он вспомнит свою давнюю-недавнюю историю, что это был один из крупнейших некрополей монастырских нашего города. Если говорить о Зелантовом, о некрополе Зелантовом монастыря, меня поразил такой факт, не все, опять же, знают. Вот мы говорили о том, что это может представлять ценность, да, те же самые какие-то намогильные камни или памятники. Из известной казанских исследователей Дульский, он писал, да, что некрополь Зелантового монастыря имел немало деревянных резных памятников редкой красоты. Настолько это были красивые памятники, что даже во время разрушения некрополя в советское время один из крестов был признан, да, деревянный, был признан произведением искусства и помещен в государственный музей, в городской музей. Да, 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 национальный музей там находится. Да, о чем это тоже может говорить, да, вот сегодня Арское кладбище у нас, наверное, такое историческое самое, где можно наблюдать склепы какие-то старинные, да. Ну вот в одной из книг Анатолия Михайловича как раз одна из глав как раз этому посвящена, то есть у нас есть памятник. Склепом, склепом, склепом. И склепом, и памятником. У нас есть памятники и на всех кладбищах, и на Арском в том числе, у нас есть памятники, настоящие произведения искусства. Это кресты металлические, ажурные, это ограды чебоксинских мастеров и кресты, это мраморные вещи, это мраморные памятники. И мрамор, как Анатолий Михайлович рассказывает, у нас ведь не было своей каменотесной мастерской и везли с Рыбинска. И вот в этом отношении, мы как раз недавно, я провела расследование по могиле Ольги Журавлевой и выяснилось... А кто это, давайте уточним, да. Сейчас уточним, но я сначала скажу, что вот ее захоронение, прекрасное захоронение из белого мрамора, памятник. Полтора столетия прошло, полтора столетия. Был привезен из Рыбинска, там где жил брат и отец, вот ее, значит, Журавлева, купца знаменитого Журавлева. Тут начало этой истории находится вот у Анатолия Михайловича, пусть он начнет. А начало, знаете, какое, когда я вот водил уже эскурсоводов, уже в течение 15-20 лет, и у нашего известного покойного, к сожалению, историка Короведа Фролова, Георгия Валентиновича, вижу фотографию, что сама скульптура-то есть, а сегодня ее нет. И еще будучи как сотрудник нашего музея ИЗО, мне такую историю рассказали, что в начале 90-х годов некая сотрудница увидела с трамвая, что двое несут что-то завернутое в тряпку, она сошла с трамвая, значит, к ним подошла откуда что, ну и поняла, что это все из Арского. Ну, за известную энную сумму, так скажем, они ее принесли, значит, на территорию музея, я долго искал, короче говоря, она сегодня находится в Хазине, эта скульптура, метр 27, все это измерил, значит, сфотографировал, но если необходимость опять ее возвращать, нет ли желания у некоторых, так сказать, она представляет достаточно интересную картинку, но даже пусть в том плане, что вот в музее ИЗО она сохранится, эта скульптура. Может быть, в какой-то выставке стоит ее показать. Да, можно, можно. Так вот, как раз я хотела рассказать эту историю в рубрике «Арский некрополь» и стала копать, ну, от того, что он мне рассказал, что там была похоронена Аделаида, ну, меня как бы заинтересовала, Аделаида ведь не Ольга. Ну, редко имена, спасибо. Да, ну, не синонимы, я стала копать, и, в общем, результатом моих копаний, о них можно прочитать в газете «Казанские истории», стало то, что выяснила, во-первых, то, что Иван Журавлев был очень именитый, очень известный и очень много значащий в истории Татарстана, ну, не Татарстана, а Казанскую губернию. Да, да, Казанская губерния, потому что у него была усадьба в усадах, до сих пор еще там очень многие есть сооружения, которые еще были им построены. Вот, и выяснилось, что все-таки он, вот этот памятник поставил не дочери, а первой жене. Но она крайне мало прожила. Да, да, и у меня это вообще потрясающий факт, то, что вот он поставил этот красивейший, из белого мрамора памятник поставил своей первой жене. Вот, это, как бы так сказать, ну, богатый, видимо, был купец, потому что я так думаю, что памятник получился. А так, Полина, вот по памятнику, вот обращайте внимание, из черного мрамора лабрадорита. Мрамора лабрадорита. Дело в том, что действительно у нас не было каменотесной мастерской, привозили из Москвы, из Рыбинска, из Ярославля. А купцы-то ведь, они люди торочительные, да, сюда камни, отсюда туда хлеб. Хлеб или товары. И я на что внимание обратил, в интернете вы не найдете, я обратил внимание на клейма мастеров. И вот по 12 некрополям, я имею в виду Москва, даже Лавра, Сарапол, Чистополь, Оптино-Пустынь, я нашел 31 фирму. 31 фирма, вот рубежа 70-х, 1870-х и даже начало советского времени. А в советское время просто либо эти камни в любом случае использовали, и старые просто затирали. Это в августе 12-го, пожалуй, да, 4 года. В августе 12-го года, когда меняли надгробие Тукая, в связи с приближающейся очередной датой, годовщиной, надгробие плита 58-го года, значит, большая плита, ее убрали, и открылся Марья Андреевна Толстая. Представляешь, на Тарском кладбище Марья Андреевна Толстая. Я все это сразу туда, все это сфотографировал. Ну, я скажу вам, 3 года добивался, что это небольшой камень все-таки на Арска. Это жена предводителя лаишевского дворянства, понятно, они похоронены на Арском, но дело в том, что в 20-30-40-е годы рабочие, тут никакого не межконфессионального, не межнационального напряга, просто рабочие, туда-сюда возили камни. И ввиду того, что плита большая, и вот они использовали как подложку, даже вот такие. Кстати, на Татарском кладбище много русских камней, вот типичная, значит, христианская форма, ну, понятно, что письмена, все это сбито и так далее. Вообще кинотафиум достаточно много на Арском кладбище у нас там. То есть условных могил. Да, условных могил. Это кинотафиум, знаете, это откуда идет? Это идет с древнего Греции, даже Египта. То есть военачальник погиб где-то в Малой Азии, нет таких возможностей тела. Там его хоронят, а здесь как знак, значит, перед ним преклонение. Но здесь не просто знак. Я тут недавно встретила человека, он сказал, что его мать знала, где была могила Фукса. Жалко, что она к этому времени... Ну, нам говорили, мне немцы, медиц говорили. С могилой Фукса мы тоже не знаем, где на самом деле находится. Это где-то в 30 метрах, немцы мне говорили. Вот в сторону Казанки, в 30 метрах от этой условной сегодняшней. Или история с сыном Сталина. То есть он лежал, он похоронил, был здесь однозначно. Но потом, по желанию... Ну, уже от дочерей. Дочерей его уже в 2002 году. На Троекуровской, на Троекуровской. Вы уже много лет, Анатолий Михайлович, проводите экскурсии по Арскому некрополю. Я предлагаю посмотреть видеосюжет из нашего архива. Внимание на экран. Подходим к семейному захоронению Николая Ивановича Лобачевского. Он у нас умер в середине 19 века. Создатель неевклидовой геометрии, ученый с мировым именем Николай Иванович Лобачевский покоится на первой аллее кладбища рядом с братом и дочерью. Во время экскурсии обычно вспоминают его заслуги, используя и эпитет «Великий строитель Казанского университета». Но кроме этого, экскурсовод обращает внимание на казус в надгробии. Крест над могилой Коперника геометрии не принадлежит могиле Лобачевского. В 2004 году при реконструкции строители все перепутали. Он был кавалером орденов. То есть орденоносцы – это кавалеры. Видишь, что получается? Этот кавалерский крест должен находиться над его могилой. С левой стороны – это брат Александр Иванович, понятно. А с правой стороны – это Софья, его дочка. То есть кресты надо, несомненно, поменять. За Лобачевскими – еще одна наживка для любого любопытствующего. Могила известного математика Николая Чеботарева находится прямо над другой могилой. Над могилой жены Карла Фукса, Анны Андреевны. Той самой, которая готовила покушать Пушкину, когда тот приезжал в Казань. Это захоронение пришло в негодное состояние, в запустение. И, к сожалению, единицы среди короведов-историков знают об этом факте. Все эти необыкновенные факты вызывают интерес не только у туристов, но и у жителей города. На Арском кладбище покоятся видные люди нашего края. Здесь обрел покой художник Николай Фешин и академики Арбузовы. 40 лет лежал в этой земле сын Сталина Василий. Только в 2002 году его перезахоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Само же Арское было открыто при Екатерине II в 1771 году. Тогда императрица издала указ. Хоронить черти города нельзя. По стране ходила жуткая холера, которую, как пишут историки, принесли на штыках солдаты, вернувшись с русско-турецкой войны. Да, действительно, много таких историй. И именно поэтому вы стали инициатором, организатором акции «Казанские некрополи». Любовь Владимировна, что это за акция? На что она направлена? Какие проблемы вы хотели бы решить? На что обратить внимание? Ну, прежде всего, я задумала эту акцию давно, в 1909 году, со своими студентами. Я преподаю специалистам по связям с общественностью в Казанском авиационном институте. Но тогда у меня не получилась эта история. А сейчас меня поддержали все краеведы. И Анатолий Михайлович, прежде всего, одним из первых. И, что самое главное, нас поддержало руководство службы, которая занимается похоронными делами в администрации города. Это очень важно. Гильдия репортеров нас поддержала, информационно-туристический центр. То есть мы надеемся, что мы те задачи, которые ставим, реализуем. Задач, в принципе, у нас три. Первая задача у нас – это все-таки как можно полнее сделать список захоронений. Как можно полнее. Потому что он сегодня присутствует, но очень многих людей в этом списке нет. Причем бывают такие случаи, что, например, Липаков, известный очень исследователь кладбища, он написал, что могила профессора Фрезе, психиатр был у нас, создатель больницы для душевнобольных, что его могила утеряна, и я неожиданно ее нашла. Сохранилась. Я неожиданно ее нашла. То есть некоторые… Вот это первая задача. Вторая задача – это сделать так, чтобы казанцы, приходя, не только казанцы, но и туристы, приходя туда, знали человека, который здесь захоронен. И здесь наша редакция с издательским домом Маковского уже сейчас работает над путеводителем по кладбищу. Мы вместе с руководством Арского департамента задумали поставить возле всех кладбища, не только Арского, такие большие карты-схемы, по которым можно будет узнать, кто здесь находится. И, наконец, есть третья задача – это сделать так, чтобы привести в порядок могилы людей, у которых уже нет родственников, которые пришли в плохое состояние. И здесь нам подсказал опыт Казанский медицинский институт. Там есть очень хорошая традиция. Они все первокурсники начинают учебу в медицинском университете с того, что ходят в музей, и устраивают субботник на кладбище. У нас очень много профессоров, медиков. Очень интересные вещи я обнаружила. Оказывается, более всего старых могил, сохранившихся в Арском кладбище, принадлежит медикам. То есть, если написано, что здесь захоронен медик, у человека не поднимается рука, что-то сделать с этой могилой. Вот потрясающе. Потом вот вы показали книжку «Реестр воинских захоронений». Это не только Казань, Казанское кладбище. У нас есть воинское большое захоронение в Арском, на Арском по гости. Но здесь, в этом реестре, захоронение всех, все воинские захоронения Республики Татарстан. Значит, все эти могилы нашли казанские исследователи, ну могу назвать, Миша Черепанова, который этим серьезно занимался, и общественная организация Отечества. Вот это вышло уже второй том. И поэтому сегодня все на воинском захоронении, сегодня можно, как бы, у кого есть, но они не знают, где захоронен их родственник, им достаточно обратиться на сайт, где все эти данные есть, вот это общество Отечества, и узнать, точно ли захоронен. Кстати сказать, в адрес нашей газеты довольно часто приходят из других городов России письма о том, что вот там мой отец, дед, но больше сейчас уже дед, захоронен на Арском кладбище. Вы не знаете, точно ли это, есть ли его там могила. Мы будем надеяться, да, что удастся раскрывать новые тайны, и действительно сохранять и вносить такие исторические захоронения в реестр исторических памятников. Спасибо вам большое за интересную беседу, за то, что пришли к нам в студию. Спасибо. Сегодня мы узнали множество тайн казанских некрополей вместе с главным редактором издания «Казанские истории» Любовью Агеевой и историком-краеведом Анатолием Елдашевым. Это Культ Просвет. Меня зовут Полина Кострицкая. Всего доброго и не забывайте культурно просвещаться. Субтитры создавал DimaTorzok